Приправка на 42% меньше цукру. Кетчуп больше не десерт. И со мной Юрий Рашкин, общественный и политический деятель из Соединенных Штатов Америки, а также депутат окружного собрания округа РОК в штате Висконсин. Юрий, здравствуйте. Рады вас видеть у нас. Слава Украине. Героям слава. Рад видеть вас, Ирина. Давайте разбираться в математике, хотя мы и не математики, это точно. Но мы попробуем другие подходы. Кстати, о подходах. Когда Путин снова, снова и снова делает ставку на террор, он рассчитывает на то, что будут все больше слышны вот те голоса о переговорах, в плане, что, как иногда мы слышим от европейских, нет, американских, ну и часть американского политикума, что, мол, войну военным путем не выиграть и надо переговоры. Или наоборот, он как раз увидит то, что подходы, в частности западных партнеров, в частности Белого дома, они изменятся и ужесточатся. Но не в плане давления на нас, а в плане давления и уничтожения до конца Путина и его режима. Во-первых, мы видим, что Путин не понимает сигналы и работает по другим методичкам, чем это делает Запад. Поэтому нам слегка его иногда сложно понять, потому что, казалось бы, зачем сейчас вести войну в ту сторону, если ты хочешь переговоры. Потому что, чем больше бомбить, тем больше это просто сплочает людей и меньше интереса в переговорах, потому что идут ожесточенные действия, идут варварские атаки на гражданское население. Поэтому думать, что после этого Украина будет больше заинтересована в переговорах или Запад будет больше заинтересован в переговорах, это странный вывод. Потому что Запад только думает о том, что нам нужно больше производить вооружение. Украина думает о том, что нужно сделать свое собственное вооружение. Европа думает о том, что нужно больше вооружаться, что нужно больше готовиться к этой угрозе под названием Российской империи, Российской Федерации, Рефия. Мы знаем, что Польша, на территории которой уже пролетели ракеты, подняла в воздух свои самолеты, свои истребители, потому что они хотят послать сигнал в Вашингтон, что мы ждем наших союзников. Мы здесь занимаемся тем, чем мы можем, но без Соединенных Штатов будет очень туго. Поэтому сейчас идут ряды сигналов, которые посылаются дипломатически туда-сюда, между Вашингтоном и Киевом и Москвой, чтобы в Вашингтоне наши политики собрались и проголосовали. До тех пор мы будем передавать оружие, видимо, из неприкосновенных запасов. Мы видим, что Израиль получил сейчас еще одну поставку на 150 миллионов долларов. И есть вопросы, потому что почему это не прошло через Конгресс, почему это прошло прямо напрямую. Так что законодатели интересуются, политики интересуются. Будем смотреть, что произойдет, но я думаю, что мы получим помощь, мы, я имею в виду всех нас, цивилизованных людей, получим помощь от американского Конгресса, я думаю, в начале января, в середине января. Идут сейчас очень тяжелые споры по поводу южной границы. Они не могут понять, например, республиканцы очень хотят забрать у президента Байдена право дать разрешение на въезд в страну беженцам определенных классов. Вот как он впутил украинцев, республиканцы хотят у него это право забрать, что он не мог сказать, что вы, так сказать, пострадавшие просто все, заходите к нам сюда. Вот это хотят у него забрать как часть этой реформы. Кому будет давать политический убежище в Соединенных Штатах будет решаться. И насколько быстро нужно депортировать людей из Соединенных Штатов, насколько наши республиканцы, естественно, хотят побыстрее. Так что вот такого типа идут дискуссии, хотя в это время Москва стреляет всем, чем может. И мы видим, что нарастает градус этой войны. Потому что я как-то думаю о том, что сказал Юрий Фиштинский о том, что 24 февраля началась Третья мировая война. И с тех пор мы как бы видим, как постепенно все это засасывается мир в эту мясорубку. И все больше стран принимают, начинают играть в этом роль. Хоть Южная Корея, хоть Северная Корея, хоть Хуфи, хоть Израиль. Все оказались в этой Третьей мировой. И Соединенным Штатам нужно будет производить очень много оружия. И это не произойдет моментально, но это произойдет достаточно быстро. Опять же, нужны контракты, нужны деньги, нужны финансы от Конгресса. Но все это как бы готово. Нужно только вот проголосовать. И тогда мы видим, что должны быть больше и больше поддержки. И все, что мы с вами обсуждали. Но при этом Путин наращивает. Путин не сокращает. Путин закупает оружие Северной Кореи. То есть они сами сделать не могут. И он стреляет, и он пытается доказать таким образом, что с ним нужно разговаривать. Он добьется абсолютно противоположного результата. Он является сейчас лоббистом помощи Украине в Соединенных Штатах. И даже для той части, которая все-таки будет до конца зарабатывать себе политические баллы и спорить вокруг границы. Потому что Вашингтон пост также выходит снова публикации. Пишет о том, что Белый дом и Конгресс должны прийти к компромиссу. Но все-таки дискуссии очень такие еще острые. И есть риски в этих обсуждениях. Это все-таки возможно даже для тех, кто думал, что может обождать Украина. Теперь как-то более понятно, что может обождать граница, а не Украина. Я рад, когда Вашингтон пост, редакторская, совет редакторов выдает статью, которая говорит о том, что мы здесь говорим. Что это посылает сигнал. Что Путин посылает сигнал Конгрессу. И что когда Конгресс показывает себя не в состоянии поддержать союзников, то от этого активизируется Путин. Недавно вышла статья о том, как Россия сейчас занимается уничтожением поддержки Украины во Франции. И там такая же история. Они пытаются доказать, что оружие нам, французам, самим нужно. Что нельзя, что нам Великая Франция и Великая Москва разделят Европу. И мы видим, что усилия Путина продолжаются со всех сторон. И дипломатические, и военные, и каким-то образом экономические. Поэтому борьба с ним продолжается. И Конгресс должен это понять. Большинство в Конгрессе это понимают. Вопрос в том, если спикер это понимает, если спикер на это согласен. Но у нас сейчас ожидается просто полный, ну, типа бардака. Потому что государство может закрыться два раза. Один раз в январе, один раз в феврале. По поводу всего этого нужно будет вести большие переговоры. Естественно, республиканцы будут пытаться отколоть знака на проект о южной границе от всего остального пакета помощи. И при этом начнутся праймарис. И когда начнутся праймарис, то ситуация станет еще более политизированной. И говорить какие-то непартийные, беспартийные, двухпартийные вещи будет еще тяжелее. Поэтому время для того, чтобы дать эту помощь Украине. Я рад, что Вашингтон-Пост, Совет редекторов, Editorial Board об этом пишет. Да, Путин, если конгрессменам нужно, чтобы Вашингтон-Пост перевела для них сигналы Путина, я думаю, они и так понимают. Но это им напоминание, и голосующим избирателям напоминание. То, что республиканская партия показывает себя как партия слабаков. Партия, у которых нет сил противостоять злу. Невозможно противостоять агрессии. Они не могут противостоять агрессии и злу в собственной партии. Поэтому ожидать того, что они смогут противостоять кому-то другому, конечно, нереально и наивно. Но думать о том, что это партия Рейгана, это, знаете, в 2024 году вспоминаешь, что Рейган уже перестал быть президентом, сколько там, почти 40 лет назад. Так что с тех пор много чего изменилось. А уже с 2016 года это совсем не та республиканская партия. И в каком-то смысле не та демократическая партия. Сейчас проводят интервью с людьми, которые работали на Трампа. Они говорят, вы знаете, я республиканка, но мне важнее демократии, чем полиси. Полиси это как бы что будет государство делать, куда будет деньги тратить. Вот это все не так важно, как просто чтобы у нас демократия выстояла в Соединенных Штатах. И когда Путин посылает сигналы, а мы просто по этому поводу, как говорится, свистим, проходя мимо кладбища, это тупо, это ужасно и это вредно для нашей национальной безопасности. Я как-то, ну просто, знаете, мы можем об этом говорить, Вашингтон-Пост может об этом говорить, президент Байден может об этом говорить, а Дональд Трамп может говорить что-то другое. И под его дудку сейчас пляшут очень много и еще будет больше плясать людей. Все эти разговоры про Никки Хейли, мы можем об этом говорить, но, мне кажется, они, к сожалению, гонка за второе место. Юрий, а вот Джонсон, как он себя чувствует? Известно ли что-то об этом? И как вообще происходит? Он ведет и кулуарные переговоры, по всей видимости. Насколько сильно он продолжает плясать под дудку Трампа? Насколько много грязи, каких-то, возможно, подкупа? Или все-таки больше в публичной плоскости мы видим обсуждение и касательно границы, касательно переубеждения друг друга? Мне видится то, что Майк Джонсон ведет себя относительно тихо. Он не скандалист, он, наоборот, как бы такой, он играет приличного джентльмена. Но когда он говорит, что ему нужны какие-то вещи для того, чтобы он мог согласиться на сделку, мы понимаем, что за ним стоят группы оголтелых ребят, которые, возможно, не поддержат. Он как бы теперь транслирует голос меньшинства. И мы теперь понимаем, что если не будет там депортации, если не будет вот этого права президента давать убежище людям, если у него не отберут, то не только Майк Джонсон проголосует против такого законопроекта, но и все, кто с Трампом проголосует против такого законопроекта. А это может оказаться достаточно большое количество людей. И тут надежда на то, что сработает двухпартийная поддержка, сейчас чуть меньше, потому что календарь. Потому что календарь движется, и политики начинают бояться. Они видят, что Трамп продолжает вести вот ту открытую политику нагнетания. Понимаете, Майк Джонсон, он как бы тихий, а Дональд Трамп, он громкий. И он громко заявляет обо всем и говорит о своей страдальческой жизни, когда все против него ополчились, потому что он такой несчастный. Не преступник, не преступление совершил, а просто на него все ополчились. Он собирается в свой суд в следующем году и сделает из этого фрик-шоу. То есть как бы всех клоунов туда собрать и посадить, например, не клоуна, а посадить Нэнси Пелоси, чтобы она давала показания. Тогда можно над ней будет поизмываться в суде и вопросики задавать какие-то судьям. Может, остановить. Но вот это бесконечное, то, что нас ждет сейчас в этом году с Трампом, цирк под названием «Суд над Трампом», Майк Джонсон будет сидеть тихо и просто говорить, «Ну что, я же сказал, я же сказал, что я без этих вещей не могу ничего сделать». Он не потеряет выбора, если он будет за Трампа. Если он будет поддерживать Трампа, то Трамп может не выиграть. Но Джонсону будет все в порядке. Он будет, наверное, лидером меньшинства в следующем году, потому что у них осталось преимущество на два голоса. Обычно политики начинают думать об этом. Майк Джонсон, посмотрим, если его вот это, то, что у него два гола, преимущество два голоса, могло бы его как бы, ну, воздвигнуть на какое-то другое поведение, если бы он был тем человеком, который способен на сделки, который способен думать о двухпартийных сделках. Но я пока что уверенности никакой в том, что Майк Джонсон окажется резонным человеком, у меня не было, нет, и не предвидится. Так что будем надеяться на то, что, я не знаю, на что мы тут надеемся, на то, что, возможно, республиканцы его съедят, возможно, на то, что республиканцы подумают, что государство закрывающееся, это еще хуже, и вот на этом они могут потерять поддержку, и тогда нужно будет вставить как бы туда помощь Украине с тем, чтобы наше государство не закрылось. То есть сейчас будут начинаться какие-то интересные сделки, но того страха от демократов по поводу того, что президент может сдать нашу демократию, они как бы слегка начали улетучиваться, потому что мы видим, что республиканцы не готовы делать, вообще на сделку не готовы. Поэтому нет как бы смысла нервничать, потому что они все равно не собираются соглашаться ни на что. Это как бы то ли хорошая, то ли плохая новость, непонятно. Но после этого идет размораживание российских денег, 300 миллиардов, которые должны быть разморожены 24 февраля и забраны. Тут будет вопрос о том, как эти деньги передать Украине, чтобы их не контролировала напрямую власть, а чтобы какие-то инструменты механические были финансовые. Все это продумывается, прорабатывается. Странами G7, которые решили, что они готовы на это пойти. Потому что опасность Путина понимают все. Просто хочется, чтобы это заплатила сама Россия. И, видимо, к этому движется. Так что следующее. Я даже надеюсь на деньги от Конгресса, потому что это самое простое и прямолинейное. Но у меня больше тут надежды на то, что может выбить деньги из России, чем выбить деньги из Республиканского Конгресса. Посмотрим, что из этого проще. Ну, а потом, естественно, приглашение в НАТО. Это, я думаю, еще тоже, конечно, вопрос будет дискуссионный. Мы уже видели саммит в июле в Вильнюсе. Но я не уверена, Юрий, что все понимают, что Путин это угроза и опасность. Или понимают, но думают, что она где-то там так далеко, далеко за океанами. Вот президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с изданием «За иконами», сказал, что Путин животное. Он съест вас на ужин и ваши НАТО, и ЕС, и свободу, и демократию вместе с потрохами вот этими всеми. Потому что он животное, которое чувствует кровь и чувствует свою силу. А вот как ему дать поперхнуться, да, побыстрее? Понимают ли ЕС, НАТО и все, что может Путин действительно съесть, и что он не остановится и пойдет дальше? Смотрите, проблема здесь, я вижу, в том, что мы все время видим одного Зеленского. Поэтому, когда мы хорошо относимся к Зеленскому, то мы все поддерживаем. Когда мы нехорошо относимся к Зеленскому, или у нас есть вопросы к Зеленскому, то вдруг мы смотрим на него с подозрением. Поэтому важно, чтобы было много разных людей, не только президент Украины. В Украине есть много разных политиков, которые должны все выступать во всех каналах и все об этом говорить. Потому что, когда это висит на репутации одного человека, то все, что связано с репутацией этого человека, и тогда мы смотрим на все его заявления, и говорим, ну, значит, мы знаем про... Мы слышали, мы подозреваем, у нас есть вопросы. У нас есть вопросы к Владимиру Зеленскому. Тогда мы относимся под вопросом к всему тому, что он говорит. А если появляется политик в Украине, демократия, где ведь эти все остальные политики, непонятно. Было бы приятно их увидеть, чтобы они могли рассказать о будущем Украине, о героическом украинском народе, об опасности Путина. Потому что ни один Зеленский это должен понимать. Поэтому я не понимаю, где остальные лица из Украины, которые должны повторять те же вещи. Я понимаю, что он актер и профессионал. Это важно. Но автентичность, реальность голосов все равно важна. Поэтому нужны, мне кажется, не только Зеленский, а нужны другие голоса из Украины, которые будут напоминать американцам о том, какая угроза Владимир Путин и Россия, и угроза для всего мира. И тут нужно искать людей, которые будут больше знакомы, наверное, американскому обществу. Есть масса актеров, звезд и других людей с украинскими корнями. Мне кажется, тут надо смотреть на то, чтобы включить больше людей в эту обойму, так сказать, информационной войны. И чтобы не все это висело на одном президенте, а чтобы было много людей, которые говорили одно и то же, что Россия это угроза, что если ее не остановить в Украине, то она пойдет дальше и дойдет до Америки. Есть у меня такие люди, сразу двое. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также сегодня говорил, что надо остановить Путина и вообще дайте нам просто оружие, и мы уничтожим это путинское фашистское объединение, которое называют почему-то страной Российской Федерации. И второй еще есть сразу Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Он тоже считает, что мировая общественность должна отреагировать на очередной массированный ракетный удар России по Украине. Нельзя закрывать глаза на убийства украинских мирных жителей. И Юрий, наши зрители, предлагает он пять шагов. Ускорить поставки в Украину дополнительных систем ПВО и боеприпасов, обеспечить Украину боевыми дронами всех типов, обеспечить Украину ракетами дальнего радиуса действия более 300 километров, одобрить использование замороженных российских активов, о которых мы вспомнили, и изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях. Интересует, конечно, пункт номер три, так бы мовы ты, обеспечить Украину ракетами дальнего радиуса действия более 300 километров. Что еще останавливает и Соединенные Штаты Америки, и Берлин, как вы полагаете, их друг друга, эту коллаборацию, предоставление нам таких ракет? Я думаю, что Соединенные Штаты только останавливают финансирование. Что останавливает Германию, я даже не могу сказать. Но я, во-первых, рад, что министр Кулеба делает из всех его заявлений, которые я вижу здесь по-английски, замечательные заявления. Правильные вещи говорит человек, ура. Насчет его пяти пунктов, мне кажется, все очень резонно, потому что, во-первых, нужно обеспечить безопасность населения. После этого нужно дать оружие, которое приведет к победе. После этого нужно разморозить российские деньги, и после этого изолировать российских дипломатов. Изолирование российских дипломатов – это единственное, что я не слышал, чтобы действительно обсуждалось. А ведь это важно. Насколько нам нужны дипломаты из фашистского рейха, которые будут присутствовать на разных сессиях, чего угодно, и продвигать точку зрения и Адольфа, и Гитлера. Как бы это странно, но потому что вот такая у нас гибридная война, что мы только сейчас говорим об изоляции российских дипломатов и вообще их чиновников и всех этих людей. Ну, конечно, если мы будем строить, если цель является построить ров и стену на границе с Россией, значит, этих российских дипломатов нужно повышвыривать. Вести переговоры, возможно, нужно, но не в тех параметрах, которых они хотят. Эти переговоры должны идти на условиях Украины, на условиях союзников. А то, что Россия потеряла привилегии быть в разных организациях, ну, так она много сделала для того, чтобы это заслужить. Я думаю, что нужно просто уважать их стремление отказаться от всего цивилизационного и, ну, послать их подальше, обратно в Москву. Еще одни голоса, которые мы слышим, это голос Бриджит Бринка, это посол Союз Штатов Америки в Украине. Она, мало того, что, понятно, тоже заявила, что чрезвычайно важно поддерживать Украину сейчас, дабы остановить Путина. А еще она заявила о том, что командование ВСУ будет самостоятельно принимать решения о дальности ударов, наносимых с помощью очередных реактивных систем залпового огня «Хаймарс», которые американские власти планируют передать вооруженным силам Украины в ближайшее время. А это, возможно, даже снимет какие-то ограничения на то, что можно будет бить по военным объектам и целям на территории страны-агрессора, с территории которых, в частности, с Белгородской, Брянской областей, Курской обстреливаются наши мирные города. Или до такого решения все-таки Запад не пойдет на него? Я думаю, что с точки зрения Путина, что бы ни произошло, это все равно будет решение Запада. Он просто не в состоянии поверить в субъективное, в то, что украинцы могут принять такие решения сами, без контроля, без вам разрешили, или дали печать из Вашингтона. Поэтому такие заявления, мне кажется, относительно на внутреннеамериканскую или на внутреннеукраинскую публику, или, по крайней мере, не на российскую публику и не на российскую пропаганду, которая все равно возьмет это и выплюнет. А то, что красные линии растворяются, и единственное, наверное, красные линии, это чтобы не было прямого столкновения между американскими войсками и российскими войсками, или там ядерная война. То есть такие, ну, как бы красные линии, которые не особенно вредят и мешают обстрелу Москвы. Поэтому сейчас, я думаю, что эти вопросы будут решены, как только будут деньги. Когда будут деньги, то будет и оружие, которое будет стрелять и так нам дальше, и опаснее, и хуже для России по ряду причин. Потому что это все уже ассигнование как бы сделано, нужно их проголосовать. Мы 15 раз сказали, не будем говорить опять. Но после этого это демократия, то есть выборы. А если выборы, значит смиряемость власти. А если смиряемость власти, значит нет полной предсказуемости того, что может произойти. И в сегодняшних газетах достаточно статей о том, что Дональд Трамп может выиграть. Если Дональд Трамп выигрывает, то это ничего хорошего не сулит никому, кроме Дональда Трампа и Владимира Путина. Поэтому надо, с одной стороны, бороться с Трампом внутри электоральным и судебным образом, как мы сейчас это делаем в нашей стране. А с другой стороны, нужно продолжать поддерживать Украину и двигаться в том направлении, в котором Путин поймет, что его место в Гааге, что это самое безопасное для него место. И если для этого нужно, чтобы на Красной площади стоял украинский танк, то, я думаю, мы ближимся к этому моменту. 24-й год, мне кажется, будет очень важным для нас, потому что мы думали, что в 23-м году все закончится. В 22-м все закончится, не закончилось. В 24-м посмотрим. Но мне кажется, что в этом году этот год вообще станет годом демократии, потому что невероятное количество людей во всем мире будет голосовать в этом году. У нас будет большая сменяемость власти по всему миру. И посмотрим, что произойдет. Единственное, где выборы ни о чем не говорят, это в России. Где Владимир Путин будет опять избран, переназначен, перекоронован, whatever, президентом. И там все будет, как они шли в могилу, как он пытался похоронить всю страну, так он будет ее пытаться похоронить. Я просто смотрю с ужасом на эту, знаете, кадры из этой снежной Москвы, когда они там радуются того, что у них там так много снега. Я думаю, а что, улицу уже вообще никто не убирает, потому что все такое занесенное-занесенное лет 200 назад, 100 лет назад. Так что не знаю, Россия как-то вот все не разваливается, как мы ожидаем. Но если мы будем продолжать поддерживать Украину и будем продолжать голосовать за тех политиков, которые поддерживают нашу национальную безопасность, я думаю, у нас все будет в порядке. Действительно ли, Юрий, вот эти псевдовыборы Путина, которые они почему-то продолжают называть выборами президента Российской Федерации, это, конечно, оно с одной стороны смешно и ни к чем, но с другой стороны это очень страшно, что в 21 веке вот такое еще до сих пор существует. Да, это страшно, но жить в России, значит, не бояться определенных вещей, как, например, то, что ты оказываешься в абсолютной зависимости от любого человека с властью, который, ну, все живут как рабы, как крепостные. Это страшное существование, и когда думать о том, что Путин там еще будет 6 лет, знаете, я когда размышляю о Трампе, я думаю о прецеденте, что он делал первые 4 года. Ну, с Владимиром Путиным очень легко понять, что он делал последний, там, четверть века, и что он собирается делать, пока его из этого холодильника не вынут, или что там будет происходить. Поэтому бедствие России, мне кажется, даже не окончится победой Украины. После этого будет продолжаться история России, которая несет в себе столько ужас и кошмар, и наказание для всех, кто эту территорию не покинул. Поэтому то, что Путин будет, собирается воевать 5 лет, или какие у него могут быть желания по этому поводу, Россия все равно будет Россией. Вот это самое, знаете, ничего более, как сказать, хочется сказать что-то оптимистичное, но Россия будет Россией. Она и бросит, и она и будет такой. А Украина, есть надежда не быть Россией, Украина не Россия, и с каждым годом, мне кажется, Украина только удаляется от России. И это может быть одним из самых важных достижений 2024 года. И слава богу. И, Юрий, еще один вопрос на окончание нашей сегодняшней беседы. А все-таки, как много в процентном соотношении, приблизительно, раз мы с математикой начали, математикой закончим, шансов на то, что Путин на Трампушку, как они его называют, очень зря надеется? Ноль. Я думаю, что Путин надеется на Трампушку очень, как им сказать, не просто так. Трампушек показал, что он любит диктаторов, что он любит российские деньги, что он будет делать то, что ему говорит Путин, или, по крайней мере, не будет ему мешать. Сейчас провели закон, что президент не может в однозначном порядке вывести нас из НАТО. Слава богу. Но, значит, нужно, чтобы Сенат поддержал. Но это делается для кого? Это делается для Трампа. Не потому, что он такой хороший, а потому, что он такой опасный. Поэтому надежда на то, что он каким-либо образом может помочь Путину, очень велика. А надежда на то, что он каким-то образом повредит, навредит Путину, это я даже себе представить не могу. Но только если случайно. Вот когда в Сирии, когда уничтожили этих ЧВК-вагнеровцев, потому что иначе пострадали американцы. Ну, тут не было выбора у Трампа. Ну, я думаю, он извинялся долго перед Путиным. Так что Трамп очень однозначный. Он там нет никаких вариантов. Он не молодой человек. Ему под 80 лет. Вы думаете, он будет другим? Вы думаете, Украинам? Не вы, Ирина. Вы думаете, Украина может предложить что-то Трампу, чтобы он стал более каким-то другим человеком, кем он был в 80 лет? Он может стать только более оранжевым. Ничего другого у него, как бы, впереди ему не грозит. Ну, оранжевая форма, оранжевые волосы. Все, так сказать, будет у него оранжевое. Люди не меняются, к сожалению. Но ничего, мы поможем. Вооруженные силы Украины, так точно путинский режим. Я думаю, так или иначе, в конечном счете, помогут сменить. Спасибо вам большое, Юрий, за этот разговор, за ваше неизменное участие в наших эфирах. Благодарю, что находите время и объясняете нам такие и внутренние акценты, расставляете касательно политики Америки, которая очень также эффективно работает и на внешней арене, в частности, и для нас. Благодарю вас. До новых встреч. Благодарю вас. Юрий Рашкин, общественный политический деятель из Соединенных Штатов Америки, был вместе со мной Ириной Узловой. Друзья, спасибо большое, что вы смотрите, слушаете, что вам интересно. Мы очень это ценим. Пишите свои комментарии касательно тех тем, которые мы обсудили. Сразу на два Ютуба подписывайтесь на Ютуб Рашкин Репорт. Можно найти его в описании под этим видео. И на Ютуб 24-го. Нам будет очень приятно, да еще и очень полезно. Ведь именно так работают алгоритмы Ютуба. И ваша подписка, ваш лайк помогают нашему разговору распространяться его просторами. Берегите себя. Верьте, вооруженные силы Украины победим.